Суд приговорил бывшего руководителя предприятия к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью, сроком на три года. Также взыскан ущерб в сумме более 13 миллионов рублей в пользу открытого акционерного общества «Мозырьский спиртоводочный завод». Напомним, что в 2013 и 2014 годах обвиняемый давал подчиненным незаконные указания, чтобы они вносили заведомо ложные сведения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и акцизам. Это повлекло неуплату в бюджет налогов на общую сумму 25,5 миллиарда рублей. Кроме того, бывший директор завода неоднократно предоставлял в банк ложные сведения об отсутствии просроченной задолженности по ранее полученным кредитам в других банках.